Здравствуйте, товарищи, еще раз. У нас сегодня будет чуть-чуть укороченная лекция, потому что надо взять олимпиаду. Мы, собственно, дорасскажем прошлую лекцию, которую я немножко не успел. Расскажем ее последнюю, самую веселую часть. Давайте напомню, что было на прошлой лекции у меня. Это было давно довольно. Мы рассматривали такую задачу. У нас были точки. Это я жужжу? Действительно, я жужжу. Sorry. Как-нибудь его выключить можно? Сейчас, секунду. Технические нехватки. Поставлю режим в танке. Еще раз. Здравствуйте, еще раз. Итак, давайте вспомним, что мы сделали в прошлый раз с вами. Мы с вами решали такую задачу. У нас были точки, и нам приходили запросы в виде прямоугольничка. Нам давали прямоугольничек. Нужно было вывести все точки внутри этого прямоугольничка. Да? А все были в прошлый раз. Кто не был в прошлый раз? Вот есть такие? Не были в прошлый раз. Надо вкратце повторить. Что мы сделали в прошлый раз? Мы решали задачу для двумерного случая в основном. Для одномерного случая мы построили такое красивое дерево, которое можно назвать деревом интервалов или деревом поиска в зависимости от того, как на него смотреть. В нашем случае в каждом листе дерева была одна вершинка. Какого суть дерева двоичного поиска? Когда нам нужно было найти на отрезке все точки, мы в дерево двоичного поиска искали левую границу. Где-то здесь была левая граница, где-то здесь правая граница. Вот все, что между левой и правой границей, это то, что нам нужно. После этого мы сделали двумерную задачу. Мы как это сделали? Мы, смотря сначала проекции на ось Х, построили такое же дерево двоичного поиска. После чего в этом дереве находили такие подножницы, которые покрывают целиком наш отрезок. Вот там был отрезок. Мы находили такие вершинки, которые вместе его покрывают целиком. Их было не больше логарифма штук. И дальше в каждой вершинке дерева по Х мы хранили еще дополнительно дерево по У. То есть в каждой вершинке дерева по Х мы хранили еще такой... Давайте забрать его в качестве списочка, потому что это не важно, что это дерево. Нам важно, что это упорядоченная структура, в которой можно искать. То есть в каждой вершинке хранится еще дерево элементов, вот этих вот, упорядоченных по У. То есть здесь они упорядоченные по Х, в каждой вершинке хранится дерево, упорядоченное по У. Итого у нас был логарифм таких запросов. Каждый запрос — логарифм. Итого получился логарифм в квадрате. Вот. И дальше мы сделали такую смешную вещь. Мы этот квадрат убрали за счет того, что все эти запросы суммарно делали за один большой логарифм. Давайте я вкратце напомню, как это делали, потому что это нам понадобится дальше. Мы это сделали следующим образом. Мне нужен опять цветной фломастер какой-нибудь красивый. Давайте возьмем красненький. Мы делали это следующим образом. Смотрите, у нас вот этот логарифм в квадрате достигает за счет того, что мы делаем логарифм запросов. Каждый запрос — за логарифм. Но каждый запрос — это двоичный поиск. То есть вот мы нашли вот этот и этот отрезок. Вот в этих двух массивах нужно сделать двоичный поиск. Я говорю массивы и двоичный поиск. На самом деле это не обязательно должны быть массивы. Это могут быть деревья. Тогда все делается на поинтере machine model. Вот в этих двух массивах нужно сделать двоичный поиск. Чтобы сделать его не логарифм раз, а вот единица раз, мы сделаем следующим образом. Мы в корне сделаем один двоичный поиск. Например, мы ищем левую границу. Мы в корне ищем левую границу. Вот найдем, где она находится. После этого мы должны перейти, например, в левого ребенка. Как нам быстро найти, где находится или в левом ребенке? Посмотрим, какие из вершин, лежащих в левом ребенке, перешли из корня. То есть вот эти вершинки… Здесь лежит какое-то подмножество… Ой, как-то неплохо пересекли. Они идут в таком же порядке. В левом ребенке лежит какое-то подмножество этих вершинок. Соответственно, они все вот перешли откуда-то отсюда. Чтобы перейти в левого ребенка, нужно найти ближайшую слева черненькую и перейти по ссылочке в соответствующую вершину в левом ребенке. Я просто рассказывал. Все помнят. То же самое с правым ребенком. Давайте нарисуем их красненьким. Какие-то перешли в правого ребенка. Давайте их здесь нарисуем. Вот они перешли куда-то сюда. Если мы хотим найти положение L в правом ребенке, вот в этом массиве, то мы найдем ближайшего слева красненького, перейдем по ссылочке туда, куда он сюда перешел. После него нужно ставиться сюда. Если нужно перейти влево, перейдем к ближайшему слева черного, а если красного, то ближайшую слева красного. И то и другое мы можем поддерживать. Просто слева направо пройдемся, запишем для каждого положения ближайшую слева черного, ближайшую слева красного. И вот эти все ссылочки сохраним. То есть вот эту всю структуру можно построить за линейное время, после чего все получится хорошо. Линейное время, в смысле от размера всей этой структуры. Размер этой структуры – это nlogan. Вот это для чего мы нашли в прошлый раз. Итого у нас получалось предпочет за nlogan, после чего мы отвечаем за просто за logan. Отвечаем запросы, ищем двоичный поиск, после этого идем к детям, к детям, к детям, к детям. Доходим до ребенка, в котором нужно найти то, что надо. В нем мы уже знаем, где находится l, где находится r. Вот то, что между l и r нужно вывести. И здесь тоже. Между l и r нужно вывести. Краткое содержание прошлой лекции. Там было еще немножко всего. Это то, что вам понадобится и сейчас. Все вспомнили? Те, кто не был, понятно примерно? Примерно такими вещами мы вчера занимались. Сейчас мы, естественно, сделаем следующее. Сейчас мы сделаем одновую вещь. Смотрите. После этого мы изучили, что этот алгоритм можно расширить на большие размерности, добавлением новых деревьев сверху. То есть можно сверху надевать еще много деревьев, и получится, что у нас для размерности rd на запрос отвечаем за log d-1n. Это на запрос. И предподсчет, естественно, за n. Сейчас, секундочку. n log тоже d-1, что ли, да? Да, тоже d-1. Предподсчет. Сегодня мы займемся такой забавной вещью. Мы для трехмерного случая решим задачу за log n на запрос. Здесь было бы log в квадрате. А предподсчет будет работать чуть-чуть тормознее, и памяти будет жаться побольше. Здесь памяти было тоже log в квадрате, и памяти log в кубе будет. Зато запросы будут работать быстрее. Делается с помощью очень хитрой техники. Сейчас мы ее расскажем. То есть на большем пространстве сложно распространить эту технику, но для третьей степени один логарифм убрать можно из запроса. Значит, технику, которую мы будем использовать, называется fractional cascading. Как это просто называется? Какое-нибудь дробное каскадирование. Техника заключается в следующем. Смотрите. Техника заключается в том, чтобы убрать лишний алгарифм, по сути. Техника вся про то, как убрать лишний алгарифм. Смотрите. Решим сначала такую задачу. Пускай у нас есть несколько списочков. Опять же, как я говорю, списочки могут быть деревья, которые делают творечные поиски. Есть несколько отсортированных массивчиков по возрастанию. Допустим. Каждый отсортированных по возрастанию. Вот их, допустим, к штук и, допустим, их суп. У каждого размер n. Да? Нормально. Давайте решим такую задачу. Вот нам дают число x. Нам нужно двоичным поиском в каждом массиве найти число x. Сюда вставить x, сюда вставить x, сюда вставить x. Что значит найти число x? Например, это найти самое левое число, которое больше x. Найти место, куда вставить x. То есть вот эти все элементы меньше равны x, а вот эти все меньше и больше x. Найти вот эту границу между этими штуками. Как сделать задачу с помощью двоичного поиска? Кто мне расскажет? Да. Сделать в каждом массиве просто двоичный поиск. Время сколько у нас потратится? У нас потратится k умножить на логарифм. Правильно? Сейчас с помощью хитрого трюка, который называется синдромное каскадирование, мы сделаем это за время k плюс лога. Или, наоборот, будет лог n плюс k у нас будет в таком порядке. Трук будет работать ровно так же, как работал то решение. Смотрите. Мы сейчас делаем один двоичный поиск, а потом сделаем переход за от единицы. Так, мы можем просто связи сделать, но вот такие вот? Сейчас мы сделаем примерно такие связи. Междууровые. Ну, первый шаг простой. В первом массиве найдем двоичный поиск число x. Теперь нужно от первого перейти ко второму. Проблема в том, что первое и второе массивы никак не связаны. Поэтому мы не можем просто сказать, вот взять предыдущий элемент и найти его в втором массиве. Мы можем для предыдущего элемента найти его положение во втором массиве. Например, вот предыдущий элемент, давайте x, он находится между элементами a и b. Вот надо вставить x между a и b. a меньше и равно x, а b больше x. Вот если мы элемент a найдем во втором массиве, где он там находится? Он может находиться где-то вот здесь. Здесь находятся границы, вот эти элементы меньше равны a, вот эти больше a. А элемент b может находиться где-нибудь в другом месте, где-нибудь вот здесь теперь. Вот эти элементы меньше равно b, а эти больше b. А вот здесь находится большая группа элементов, которые больше a и меньше равны b. И вот где-то среди них нужно найти x, правильно? Ну, давайте пример присутствуем, чтобы было понятнее немножко воспринимать. Вот мы хотим, вот в первом массиве мы ищем элемент 10. Да? Давайте, чтобы было большое число, давайте найду какое-нибудь большое число. Ищем элемент 100. Вот он находится между элементами 50 и 1000. Вот первый массив был какой-то такой. Здесь было 1, 5, 17 и так далее. Вот и здесь было что-то там такое. Такой отсортированный массив первый, вот в нем мы искали число 100, оно было между 50 и 1000. Вот если мы про 50 и 1000 знаем где-нибудь во втором массиве. Вот мы знаем, что 50 находится где-то здесь, между 40 и 60. Да? А 1000 находится где-то здесь, между 999 и 1000. Давайте, может, меньше равно? Давайте делаем в одном месте равно, чтобы было красиво. Вот будет здесь 1000, а здесь 1010. Естественно, вот если мы хотим найти, где находится 100 во втором массиве, то оно вот где-то между 60 и 1000. Вот где-то в этом интервале находится число x. Но где-то точно мы не знаем, правильно? Вот эта информация про 50 и 1000, она нам дает не так много информации про то, где находится x. Вот находится где-то здесь, а где — непонятно. Поэтому прямо так у меня технологию нельзя, надо ее немножко улучшить. Смотрите, улучшим ее в следующем образе. Вот пускай у нас всего два массива. Давайте возьмем второй массив. Возьмем в нем каждое второе число. Вот, допустим, возьмем первое не возьмем, второе возьмем, третье возьмем. Вот среди этих, допустим, возьмем это, потом тут еще какие-то числа были, мы их тоже возьмем. То есть идем с шагом два и берем каждое второе число. Возьмем эти числа и перенесем их в предыдущий массив. И смержем, да. То есть у нас первый массив немножко распухнет. Соответственно, в нем добавится вот между 50 и 1000 добавится вот эта вся куча красненьких элементов. Давайте, давайте где-нибудь еще отдельный нарисуем. Вот здесь давайте. Давайте возьмем последний массив. Вот возьмем, обозначим его красненьким. У меня будет много фломастеров сегодня. Возьмем каждый второй элемент и добавим их в предыдущий массив. Вот они как-то аккуратно здесь добавились. Раз, два, три, четыре штуки. Где-то между ними встроились исходные элементы этого массива. Как нам это поможет? Смотрите, вот если мы после этого вот в этом смерженном массиве найдем положение икса, Найдем ближайший слева красненький элемент от него и перейдем по ссылочке, то расстояние от него до следующего будет не больше двух. Смотрите, вот мы нашли 100. Давайте вот я сотру чудесную. Вот мы нашли 100, оно находится где-то здесь. Найдем ближайшее от этого места слева число, которое пришло из предыдущего массива. Это, например, было вот это число, здесь где-то было число, допустим, 90. Вот оно где-то было здесь, вот оно где-то здесь. Найдем это место, дальше перейдем по этой ссылочке вот сюда. И мы знаем, что 90 меньше, чем 100, а вот следующее, которое пришло, то есть вот это число, оно уже больше, чем 100. Где-то между 90 и этим находится число 100, но расстояние между этим элементом на 2, и каждый второй элемент. То есть 100 нужно ставить либо вот сюда, либо вот сюда. Вот здесь еще одно число, которое мы не взяли. Вот здесь два места, куда можно ставить сотню. Нужно из них выбрать то, которое нужно. Отлично, вот мы сделали два массива. Как прийти к третьему массиву? Точно так же берем вот этот массив, предпоследний, уже после добавления элементов из последнего. И вот из этого смёрзанного большого массива берем каждое второе число. И перемещаем в этот массив. Вот эта штучка переедет сюда, вот эта переедет куда-нибудь сюда, вот эта черненькая переедет куда-нибудь сюда, вот эта опять красненькая переедет куда-нибудь сюда, и эта черненькая переедет сюда. Здесь нужно нажать какой-нибудь новый фломастер, синенький. и смеется с элементами исходного массива. То есть здесь был исходный массив какой-то такой. Сейчас опять будет у меня каждый второй. Давайте где-нибудь. Здесь будет два элемента, допустим. И так далее. Из этого массива опять каждый второй элемент перекидываем в предыдущий и так далее, пока не дойдем до первого массива. Понятно, что мы делаем, да? Мы идем снизу вверх от последнего массива к первому. Каждый раз берем каждый второй элемент, просто слева направо. И добавляем в их предыдущий массив. Мерзжем при этом два сортированных массива. Тот исходный и каждый второй из этих. Потом из того, что получилось из мерзжного массива, опять берем каждый второй элемент, добавляем в предыдущий. Все. И храним, собственно, для каждого элемента, откуда он перешел. Все. Как теперь искать? Вот мы нашли x в первом массиве. Найдем левее этого места предыдущий элемент, который перешел из второго массива. Вот, допустим, слева мы нашли ближайший элемент, который перешел из следующего массива. Но раз он перешел, вот перешел этот элемент и перешел через один от него. Вот эти два элемента перешли сюда. Значит, этот был до x, а этот стоит уже после x. Вот этот стоит где-то вот здесь. Таким образом, x нужно искать где-то вот между ними. Но между ними расстояние 2. Оно константное. Правильно? Поэтому зау от единицы мы найдем, куда вставить x. Хорошо? Дальше, поскольку мы нашли x, сделаем опять то же самое. Перейдем от этого массива к следующему, зау от единицы и так далее. Итого, мы зау от единицы сделаем каждый переходик, суммарно работаем зау от k. Насколько у нас вырастет суммарный размер всех массивов? Давайте посчитаем. Не больше, чем раз. Мы каждый раз копируем половину элементов. Можно по-разному, посчитать не суть. Можно считать, что из каждого массива, кажется, без половины элементов такая исходящая экспрессия будет. Но будет не больше, чем в два раза увеличить размер всех массивов. Вот. Хорошо? Плюс там еще на каждый элемент по логарифму n насылку. Из какого иной он пришел? Мы считаем, что ссылки у нас от единицы памяти живут, все-таки не логарифм. Насылка все-таки у от единицы живет. Там же одна ссылка, вот одна ссылка и вот от единицы живет. У нас такая модель. Ну да, но и тем не менее, сразу с каждым элементом, кроме самого элемента, нужно еще ссылку, вот, где он пришел. А, одну ссылку да еще нужно. Ну, это все линейная память занимается. Линейная, да. Итого, смотрите, у нас логарифм n на первый бенпоиск. Вот в первом массиве нужно сделать бенпоиск, вот прям вот сделать его. А дальше k переходов за от единицы. Итого суммарное время k плюс лога. Понятно? Окей. Теперь смотрите, ту же самую технику можно применить, если у нас массивы расположены не так, а как-нибудь более хитро. Например, если у нас массивы расположены, структурированы в виде дерева. У нас есть, например, корневой массив какой-нибудь. Здесь какие-то другие массивы. Этих тоже не как там, а какие-то вот такие большие массивы. Давайте, у нас же не обязательно бинарное дерево. Какое-нибудь вот такое. Мы делаем то же самое. Мы хотим ходить по этому дереву и искать элемент x везде. То есть мы стартуем в корневом массиве, находим в нем x. После этого мы хотим делать переход к сыновьям за от единицы. Как нам это сделать? Ну, точно так же на самом деле. Нужно пойти снизу вверх по дереву и добавлять каждый второй элемент в родители. То есть мы берем лист, копируем. Вот в нем есть элементики. Берем каждый второй элементик из этого листа и добавляем к родительскому списку. После этого берем этот чудесный лист. Вот в нем есть элементики. Берем каждый второй элемент отсюда, тоже копируем кое-нибудь сюда. И так далее. Я понимаю, что каждый первый это слишком сильно раздуется, а каждый третий и так далее уже нет смысла. Мы ничего не понимаем. Да, все правильно. Если говорить каждый первый элемент, у нас будет квадратичный размер всего этого дела. Ну да, ну да. А не квадратичный, он даже по экспоненту будет раздуваться. Нет, сейчас. А каждый третий просто мало выиграем. Да. Нет, можно брать каждый катый элемент, хуже с точки зрения точки не станет. Любой константы к хуже не станет. Ну, в смысле, не для этой к, а для другой к. Для дерева. Смотрите, делаем ровно то же самое. Идем снизу вверх, каждый второй элемент добавляем к родителям. При этом то же самое... А, сейчас нам не нужно свойство какое-нибудь... Константы отличаются детей. Да, нужно, чтобы детей было не больше константы, видимо, сейчас. Или не важно. Ну, там у нас просто есть максимальная степень, она в оценку как слагает. Сумма детей какая должна быть тоже. Это, видимо, не очень важно. Сейчас подумаю. Чтобы сумма детей было не больше, чем константы, наверное, тоже. Чтобы они не вырастали специально. А на что это может влиять? На самый старший размер? То есть суммарный размер... На суммарный размер это не важно. Суммарный размер даже не важно. Если много детей, все на суммарный размер вырастет не больше, чем в два раза вырастет. Понятно. Почему? Если от каждого ребенка половина его длины, а детей много-много-много, то... Ну, не важно. Как бы суммарный размер всех узлов вырастет не больше, чем в два раза. Один может разрастить большой. Один узел, он может случайно стать очень большим. Потому что у него было много детей. Ну, по отношению к суммарной длине всех списочков, оно вырастет не сильно. А у меня... Ну, да. Я считаю, что этот лог-н суммарного размера, а вот этот лог-н... Что это суммарный размер. Давайте, конечно, считайте так. Суммарный размер. Да. Да, так. Тогда будет нормально. Тут k уже другое, понятно. Ну, все немножко по-другому. Смотрите. Что у нас сейчас получилось? Мы делаем один бинт поиск в корне. За лог-н. Где n, то суммарное число. Суммарное количество элементов в корне будет не больше, чем суммарное количество во всех списках. Правильно? Каждый раз он не больше разрушает. После этого мы делаем переходы. Каждый переход мы делаем за вот единицы. С помощью вот этих ссылочек. Мы находим ближайший элемент слева, который пришел отсюда. Переходим сюда и выбираем одну из двух точек. Правильно? Окей. Каждый переход делаем за вот единицы. И там лог-н. Все вот так. То есть это k – это количество переходов. Хорошо. Давайте нарисуем более сложное. Если у нас есть не дерево. То есть в случае дерева k – это граничной глубиной? Ну, не важно. Нам не важно. Какое-то количество переходов. Вот каждый переход дерево делается за вот единицы. Мы будем мерить число переходов. Вот у нас сейчас. То есть глубина – это не то понятие, которое сейчас нам интересно. Тут может быть дерево довольно сложное. Дальше у нас будут давлены смешные деревья. Давайте рассмотрим, например, цикличные графы. У нас прекрасный цикличный граф. Давайте. Именно ориентированный, именно цикличный. Видите, ориентированный цикличный граф. В каждом узле находится массив. Делаем опять то же самое. Нам нужно начать с какого-то корневого узла. После этого мы хотим ходить по этому графу. И после каждого перехода находить в новом узле элемент x. То есть мы, например, стартовали в корне, нашли элемент x здесь. Перешли сюда, нашли элемент x здесь. Перешли сюда, нашли элемент x здесь. Перешли сюда, нашли элемент x здесь. То есть ищем не во всех узлах, а только в тех, куда мы ходим. по направлению нашего движения, вот в этих вершинах ищем x. Какое нам нужно ограничение, чтобы это все работало нормально? Чтобы ту же самую технику можно было применить сюда. Если глобальное все значения будут уникальны, то все будет хорошо? Нет. Как применить ту же технику сюда? Как применить технику ту же сюда? Как сделать то же самое, но не на дереве, а на графе? Вот тут абсортием, пойдем с конца вниз. Вот берем последний узел, из которого ничего никуда не выходит. Вот в нем есть элементики. Берем каждый второй. Куда я их хочу скопировать? И туда, и туда. Правильно. Вот мы скопировали их сюда, потом скопировали их сюда. Вот что вы взяли из этих двух элементик? Вот скопировали половину этих элементов сюда, и половину этих элементов сюда. Какое свойство нужно, чтобы это все не разрушилось до бесконечности? Чтобы количество элементов осталось линейным? Суммарное количество ребер, мне кажется, оценку не построить. Вот степень входящей вершины – это то, что надо на самом деле. Смотрите, если у нас степень входящая у каждой вершины ограничена какой-нибудь константой, то есть у каждой вершины входит в нее не больше, чем… Это более строгое ограничение, наверное. А как разрушается? Мне кажется, что можно построить такую штуку, чтобы оно росло по экспоненту. Мне кажется, можно на линейном челе ребер построить штуку, которая будет разрастаться, но я так сходу сходу не нарисую. То есть, мне кажется, если можно взять какой-нибудь большой массив вот сюда, из него, понятно, здесь много маленьких массивчиков, мы скопируем половину элементов в каждой, они все разрастутся, получается квадрат элементов. Все верят. И большой элемент, в него много входит, это плохо. Половину раскопируем в каждой из них, суммарное количество элементов выросло очень сильно. Если после этого сделаем опять… А, это уже неважно. Это уже неважно, будет уже на первом этапе… На первом этапе уже получилась проблема. А почему у вас не будет проблема, если входящая степень ограничена константой? Давайте, вот ограничим входящую степень константой, не больше p. Как перестроить наш алгоритм, чтобы разрастания не происходило? Каждый pt. М? Каждый pt. Ну да, нужно брать не каждый второй элемент, а каждый pt. На самом деле, каждый pt и многовато все равно будет, оно будет расти. Надо, чтобы количество элементов, которые мы скопировали, суммарное, было меньше, чем эта штука. То есть, нужно брать не каждый pt, а каждый p плюс 1, например. Или каждые 2 pt. То есть, чтобы количество элементов, которые мы скопировали, было как бы сильно меньше, чем тот элемент, который здесь есть. Чтобы оно убывало по компоненте. Дальше. Еще раз. Если у нас есть ацикличный чудесный ориентированный граф, в котором выполняется свойство, что в каждом узле в хорящей степени не больше p, то мы будем делать все равно то же самое. Мы топологически ассорсируем эту штуку, пойдем с конца. И каждый раз будем во всех наших предков копировать каждый p плюс 1 элемент. Да. Остальное все то же самое. Адаптивно или мы просто выберем глобальную константу p на весь… Глобальная константа p. А что мешает адаптивно из каждого узла копировать… Видимо, ничего не мешает, можно и так делать, да. Можно и так делать, да. Не понятно, зачем. С точки зрения теории, это более-менее одно и то же. Но на практике, наверное, так можно. Я не понимаю, на практике кто-нибудь так делает. Наверное, делает. О чем я говорил? Да, так вот, да. Продолжение техники fractional cascading на ациклическом графе. На самом деле, то же самое можно делать на ациклическом графе. Если аккуратно сделать, можно то же самое сделать и с циклами. То есть, цикл в целом не мешает. То есть, надо это чуть более аккуратно делать, но в целом можно. А какая идея с циклом? Ну, в смысле, цикл нужно как одно целое оборваться. Ну, в смысле, цикл нужно как одно целое оборваться. Какой? Там нужна аккуратность. Некоторые. То есть, можно это делать этапами, как бы. Каждый раз. Просто пройтись, пройтись. Видите, по графу пока там не стабилизируется? Типа того, да. Пока не стабилизируется. Так. Наконец, последний этап самый сложный. Понимаете? Вот это понятно, да? То есть, мы берем, копируем, делаем еще то же самое. Каждый переход за от единицы. Сначала binPost за logn, дальше переход за от единицы. Это последний этап. Это будет самый сложный сейчас. Дальше будет все относительно просто. Сделаем то же самое. Сделаем на циклический граф. На каждом ребре напишем еще и отрезочек. На каждом ребре написан отрезочек от аито до бито. Не важно, полуинтервал, например, на суть. Чтобы было красиво. На каждом ребре написан какой-то такой полуинтервал. При этом по ребру можно перейти только если x принадлежит полуинтервалу. То есть можно перейти по этому ребру только если… Мы идем от какого-то узла к какому-то другому узлу. На этом ребре написан полуинтервал какой-то аито и бито. Вот мы сейчас ищем какой-то элемент x и хотим перейти сюда и здесь найти элемент x. Это можно сделать только в том случае, если x принадлежит этому полуинтервалу. То есть мы можем ходить не по всем ребрамам, но только по некоторым. А вы можете спросить, какой в этом смысл? Если мы все равно… А и b это же границы массива, в которые везет граф… Ой, ну в реброиде, да? Или что? А и b, ну какие-то два числа. Это не на индексах, а на значениях x. То есть возможные значения x, по которым можно ходить. То есть это не границы тех элементов, которые содержатся в узле графа? Нет, нет, нет. Это просто какие-то два числа. Они, собственно, с элементами вот этими будут не сильно связаны. То есть… Ну да, привязать их вот к этим элементам, видимо, не получится. Нормально? Вот просто какие-то границы у нас будет. Просто когда они не очень много чего не обозначают в одном случае, тогда откуда они здесь? Откуда они здесь? Дальше появятся. Давайте пока считать просто, что они есть. Откуда-то нам их нарисовали? Ну что-таки они от x'а зависит или нет? Нет, они были даны изначально в структуре. Вот у нас структура есть вот такой… У нас задан откуда-то магическим образом взялся вот этот граф с вот этими отрезками на каждом ребре. После этого нам дают запрос на x. И мы в зависимости от x'а можем… У нас некоторые ребра банятся как бы. По некоторым ребрам можно ходить, пока на них нельзя ходить. А не может произойти так, что получится, что из-за этих ограничений мы никуда не сможем пойти? Может быть такое, это не страшно. Тем быстрее это работает. Да, это тоже хорошо. Казалось бы, задача стала уже, чем прошлая. Но мы сейчас расширим ограничения за то. Раньше у нас ограничение было на входящую степень. Сейчас мы его немножко расширим. Мы сделаем такое ограничение. Вот посмотрим на какой-нибудь x. Посмотрим на те ребра, которые входят в нашу текущую вершину, и у которых отрезок содержит x. Вот такие, что a и t, b и t. Такое, что x принадлежит этому. Посмотрим только те ребра, у которых отрезок содержит x. Вот таких ребер должно быть не больше p. Пардон, раньше ограничений не зависело от входящего запроса. Да. А теперь... А теперь... А нет, нет запроса, для любого x я хочу. Для любого x. Я хочу, чтобы количество таких ребер было не больше p. То есть их в целом может быть много. Например, может быть... Давайте пускай, например, p равно 1. Смотрите. У нас есть какой-то вот... Просто наш узел. То есть, грубо говоря, диапазонных сос мы разбили... Да. И в него входит много-много-много-много-много ребер. Но у них у всех разные диапазоны. Вот этот, например, от нуля до единицы. Вот так вот. Этот от единицы до тройки. Не суть. А этот от тройки до пятерки. И так далее. То есть, если запросы не пересекаются, то p равно 1, и все хорошо. Они могут пересекаться, но должно быть p не больше константы тогда. То есть, для каждого x, вот количество узлов, по которым можно войти, должно быть не больше константы. Хорошо? Да. Давайте поймем, что всю ту же технологию можно перенести на этот случай. Затем, мы сделаем одно маленькое исправление. Мы будем переносить... Вот мы копируем, опять, каждый p плюс первый элемент. Берем каждый p плюс первый элемент. Но копируем их не во всех предков, а только всех, которые содержат x. То есть, копируем вверх по тем ребрам, которые содержат x. Ну, надо аккуратно, с точки зрения, как соотнести ребра с диапазонами. То есть, значение массива с диапазонами ребер. Сейчас. А почему мы не все копируем наверх? Или говоря x-минее, либо значение массива. Значение массива, конечно, да. Берем значение вот это. В общем, значение вот это вот. В этом компьютерном зоне, да. Ну, наверное, следующее задание тоже. Или нет? Сейчас я подумаю. Сейчас я подумаю. Сейчас мы хотим перенести его туда, откуда можно по нему сюда перейти. Для этого нужно скопировать его. Да, давайте сейчас аккуратно это сделаем. Давайте аккуратно сделаем. Сейчас. По-моему, это не очень важно. По-моему, ее скопировать хватит. То есть, диапазон может расшириться в два раза. То есть, может работать в два раза дольше, но мне кажется, это не важно сейчас. Давайте аккуратно сделаем, раз что-то копьянка пошло. Вот мы берем какой-нибудь элементик. Давайте назовем его как-нибудь… А, что-то догадался. Вот мы копируем его сюда. Если вот это… А, уже было, да? Давайте назовем его как-нибудь. П, это уже было. Господи, все буквы задерзаны. Как жить? Y. Не было еще, да. Вот у нас не серебро. Она содержит… Я хочу, чтобы B и T содержало Y. Тогда мы его скопируем сюда, и все будет хорошо. Так. Вот пускай… Да, здесь что-то не так сейчас. Например, если не содержится ни одного элемента… Мы ищем вот здесь вот X, и здесь есть ребро, которое содержит только X. плюс один… То мы ничего не скопировали, и все плохо, да? Да. Нужно, наверное, по каждому узлу скопировать хотя бы один элемент. А? Сейчас. Да. Все, которые попали в диапазон, и еще один… Да. Вот так должно работать. Мы копируем все, которые попали в диапазон, и еще один. Да. Так работает. А так похоже на правду. Чтобы вот такого не было. Чтобы не было такого. Да. А это еще один финих хватит? Не, нормально. Все должно сходиться. Ну, если у вас там степень большая, то вот еще один может что-нибудь там насобирать. Ну, и суммарная степень всего графа будет квадрат? Нет. У нас линейная будет. У суммарного числа и оберов будет линейная. Все хорошо у нас. В смысле? Нет, 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 нет. Ну, давайте. Можно такое включение добавить, чтобы суммарное количество оберов линейно. Но там графы будут планарные дальше, поэтому там все линейно, там все хорошо. Почему они будут планарные? Потому что дальше мы берем к геометрической задаче. Мы сейчас вернемся к геометрии. Итак, понятно все более-менее? Итак. Вся техника дробного экскадирования протока убрать лишний логарифм. Вот было k умножить на лог n, а стало k плюс лог n. Вот этот вот множитель k, который у нас раньше был логарифмом, дальше будет логарифмом, он вынесся вот сюда. А за счет чего он вынесся? За счет того, что мы делаем один двоичный поиск, после этого делаем переходики за вот единицы. И переходики мы умеем делать на таком графе, вот на таком, у которого степень в каждой вершине по каждому числу не больше какой-то константы. Вот это более-менее все, что нам дальше понадобится. Понятно? Давайте перейдем, собственно, к нашим баранам. Давайте перейдем к нашей чудесной задаче. Напомню задачу. Там были точки, надо было искать. У нас будет типа четыре этапа решения задачи. Давайте, вот у нас задача есть. Нужно найти… Запрос имеет вид x1, x2 на y1, y2… Почему не склеивалось? z1, z2. Ну, давайте. Не суть. Кому нравится какие скобочки? Давайте я начну такие скобочки. Мне более-менее пофиг, какие они будут. Вот такие запросы у нас есть. Значит, этап первый. Будем обрабатывать следующие запросы. Будем обрабатывать запрос вида. Этап один. От минус бесконечности до x2, от минус бесконечности до y2… Значит, я все еще не решил какие скобочки я использую. Которые речи, кстати. Да. Я уже, наверное, из такого же смысла. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Такая нужная смерть. Давайте нарисуем на картинке, что это такое. Это следующая вещь. Смотрите. Давайте я начну побольше картинку. У меня доска большая. Значит, смотрите. Карта z вообще выпала. Карта z не используем в целом. Да? Можно на нее просто вот забить. От x, y осталась только вторая часть. То есть вот есть какие-то точки. Ось z можно вообще выкинуть на помойку? Оставить только оси x, y? Ну, значит, все с проявлено x, y и взяли х. Да. Вот это вот у нас будет x, это будет y. Тогда вот если нам нужна точка, вот нам дали точку x2y2, вот нам нужно вот в этом угле вывести все точки. Правильно? Все верят? Вроде не наложил. Да, все нормально. Сейчас будет много рисования, смотрите. Сейчас будет урок рисования. Нужен тоже зеленый фломастер еще понадобиться. Это самая красочная лекция, смотрите. Вот есть точки. Давайте проведем из каждой точки вверх лучик синим фломастером. Вверх это вдоль оси y, но как на доске вверх. Вот сюда проведем лучик, сюда. Это плохая точка, она слишком совпадает с той по y. Я стараюсь, чтобы у всех были разные y, чтобы было понятнее. Вот сюда, сюда, сюда. Это тоже совпадает слишком с этой. Вверх на плюс бесконечности ушла такая вертикальная синенькая луч. Заметим следующее. От точки x2, y2 проведем влево красивый красный луч. Заметим следующее. Каждое пересечение красного луча и синенького луча, вот эти три точки пересечения, соответствует трем точкам, которые лежат в нужной области. Ну правильно. Лучше мы пустили красный влево, а отсюда пустили вниз. Поэтому точка пересечения значит, что точка x2, y2 находится справа от этой штуки, а наша точка находится снизу. То есть наша точка находится как раз в нужной области от точки x2, y2. Понятно? Сейчас мы научимся за o от количества этих точек найти все эти точки. Залог n плюс k, где k это число этих точек. Найдем все эти точки. k это число точек, которые нужно вывести. Для этого давайте дорисуем еще немножко. Давайте повыше сделаем, чтобы было видно, что у нас снаружи. Вот здесь ее нарисуем. Давайте дорисуем чуть-чуть еще. Дорисуем следующее. Давайте из каждой точки пустим зелененький лучик влево и вправо до ближайшего синенького. Отсюда придется сюда-сюда, 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 сюда-сюда. Вот опять одинаковые. Господи, что ж такое-то? Я это самопроизвольно делаю. У меня, видимо... Снепну грин. Да, вот у меня так же, верно в мозгу, да? Автоматическое. Так, у этих тоже одинаковое получилось. Что ж такое-то? Давай сюда кое-нибудь его запихнем. Так, 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 так. Ничего не забыл? Вроде ничего. Все, получившиеся лучи разбили нашу плоскость на области прямоугольные. Давайте построим граф из этих областей. То есть мы в каждой области сделаем вершинку. Она совпадает. Она будет тоже черненькая. Давайте. Крас смежности? Да. Крас смежности по синим. Давайте их вот так вот нарисую беленькими. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Делаем, скажем, что вершины соседние, если из них можно перейти по синему этому самому лучу. То есть вот отсюда можно перейти сюда. То есть через синим. Да. Причем слева направо их ориентируем. Вот сюда можно перейти сюда, можно перейти сюда. А, то есть смежность только по одной оси. Да. А вот сюда нельзя. А вот сюда нельзя, сюда можно сюда. Можно пойти сюда, можно пойти сюда, можно пойти сюда. Давайте это нарисую левее, чтобы было красивше. Вот получился такой граф, я вроде ничего не налажал. Где? А, еще есть вот тут такая большая штука. Сейчас еще самую правую верхнюю, самую правую нижнюю. А, нет, ру-ру. Не, нормально. Вроде хорошо. Вроде нормально. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы ищем вот эти точки пересечения красненького и синенького. Вот эти вот три точки мы хотим найти. Давайте пойдем вдоль красного луча слева направо. Вот из минус бесконечности, из этой точки минус бесконечности y2 пойдем вправо и будем смотреть, какие синенькие лучи мы пересекаем. Как это понять? Будем следовать по нашему графу и смотреть, в какой текущей области мы находимся. Как найти самую первую область, где мы находимся? Да, замечание в предыдущей картинке, все это можно сделать за n log n. Вот эту картинку все построить можно за n log n. С помощью сканирующей прямой, например, снизу вверх. Смотрите, мы идем снизу вверх, поддерживаем текущие, уже поставленные синие, вот идем снизу вверх, строим картинку. Вот мы получаем точку, из нее нужно вверх провести синий луч. Мы храним дерево текущих синих лучей, и из нее нужно провести влево-вправо зелененькие, до следующих синих лучей. Дальше находим следующую точку, из нее вертикально добавляем в дерево эту штуку, и дальше проводим зелененькие до ближайших синеньких. Находим следующие в дереве, и предыдущие в дереве проводим туда-сюда. А дальше после этого уже строится весь этот граф, все это строится. После того, как мы нашли разбиение на штуке, дальше уже граф можно построить. Все верят? Я сильно обычно не останавливаюсь, просто сканлайном идем снизу вверх, он вам все сделает. Это не очень приятно писать, но в целом пишется. Так вот, после того, как мы это построили, мы сделали n в n на предподсчет. Давайте посмотрим на те области, у которых бесконечно и влево. Раз, давайте их назначу большими такими штуками. Раз, два, три и четыре. Точка, соответственно, минус бесконечности y2 находится где-то там. Нужно среди них выбрать, кто находится y2. Как мы это сделаем? Делаем бин-поиск, правильно? Делаем бин-поиск по y, найдем нужную область, которая лежит на вершине. Теперь нужно делать переход. Как понять, какая область будет следующая? Мы шли из минус бесконечности, шли-шли-шли-шли, уперлись в границу нашей области. Как понять, в какую следующую мы перейдем? В общем случае, бывает примерно так. У нас есть какая-то текущая область, она ограничена. Здесь у нее есть какой-то отрезочек, сверху снизу забрали, допустим, зеленую фигню. И здесь есть много таких зеленых штук из разных вершинок. Вот, соответственно, есть много переходиков. Нам нужно из них выбрать тот, куда пошел красненький. У нас есть красненький наш текущий лучик. Он идет на уровне у2, и нужно попасть в какую из них области он перешел. Как это понять? Если мы поддерживаем структуру, как на левую доску? Поддерживаем. Проблема, что у наших областей их много может быть. Как понять, в какой из них именно попасть? У нас у вершины может быть много переходов в следующую. А? Да, есть. А как из них выбрать? Как из них выбрать? Если мы поддерживаем структуру, как на левую доску для графа, тогда мы знаем, по крайней мере, не больше двух ответств, куда он был пойти. Нет, нет, там вопрос у нас. А, нет, или если мы построили вместе с диапазоном, то мы уже прям диапазону знаем. Там же, где у нас на Б, может здесь указать закон. Да, это понятно. Я говорю, что… Надо же модуль Бин поисков, но как разными числа нет. А? Может, еще Бин поисков нет, но это становится самим меньше. А в каких областей дальше? Конечно, Бин поисков. Смотрите, смотрите, чтобы найти, куда попало… Вот нам уже понимаете, в какой из этих отрезочков попал красный луч. Для этого нужно Бин поисков выбрать из этих отрезков нужный. Правильно? Правильно? Вот как бы Бин поисков по этим точкам. Вот между этими точками нужно куда-то впихнуть красненькую вот эту вот. Нужно Бин поиском найти это место. А теперь применим всю эту структуру для убивания лишних Бин поисков. Этот граф ровно то же самое, что было там. Смотрите, у нас есть такой ациклический граф, в котором на каждом ребре написан отрезок. Собственно, отрезок – это как раз вот этот вот синенький, через который мы перешагиваем. Это как раз отрезок возможных значений х. То есть мы переходим по этому отрезку только если у нас х лишь в этом диапазоне. И каждый раз после перехода нам нужно двоичным поиском искать, куда пойти дальше. То есть каждый раз нам нужно делать в текущем массиве двоичный поиск и переходить. Делаем двоичный поиск, переходим, двоичный поиск, переходим и так далее. Вот все эти двоичные поиски с помощью той структуры мы сожмем, и у нас получится, что каждый из них выполняется за от единицы. Итого, нам нужно делать один двоичный поиск в начале за логан, после этого сделаем за от единицы все переходы. Будет логан плюс к. Все верят? Ну покажи вот эти написанные на ребрах диапазоны не как-то применяем. Причем применяем? У вершины может быть большая входящая степень, но по каждому значению будет не больше одного. То есть у нас p равно 1 в этом случае. У нас по каждому отрезку, все отрезки не пересекаются, поэтому по каждому отрезку может быть только одно. Все применяется, вся целиком, вся так только. Отлично. Ну это, собственно, первый шаг был. Остальные шаги будут проще. Самый первый шаг самый сложный. Вот такую задачу мы научились решать. Самое интересное, что мы на прошлой задаче тоже умели решать такую же задачу. Это задача двумерная. Просто двумерная задача. Мы ее и сделали за логан плюс к. В прошлый раз. Помните? Как раз второй логарифм мы убили, и у нас остался первый логарифм. Разница в том, что раньше у нас какая-то сложная структура была, а теперь у нас вот этот лог n – это, собственно, один бинпоиск. Вот сейчас мы на больших уровнях эти бинпоиски тоже схлопнем, и у нас получится всего в сумме один логарифм. То есть получается, что мы за одно в качестве рабочего результата еще научились проще делать ту же осенточку, которую в прошлый раз? Да. Не то, что проще, но по-другому. Я не сказал, что это сильно проще. Вот. Шаг номер два. Смотрите. Дальше будет проще. Давайте добавим z. Минус бесконечности x2 сразу целиком. Минус бесконечности dy2 на z1, z2. z добавить очень просто. Сделаем дерево поиска по z. Вот как в прошлый раз сделали, делаем хорошее, красивое дерево поиска. Точно так же, как в прошлый раз сделали, все точно так. В каждой вершине дерево поиска по z храним, только теперь будет у нас не массивчик, а будет вся вот эта структура для вершин, которые лежат в этом под дереве. То есть вот берем каждый узел дерево, и в нем храним всю эту структуру для вот этих вот вершин, которые лежат в этом под дерево. Хорошо? Вот. Да. Вон так и делаем. Что у нас получается? Смотрите. Как z logan плюс h найти все, что нам нужно? Смотрите. Мы делаем то же самое, что мы делали на прошлом занятии. Мы, начиная от корня, идем по дереву поиска, находим те под деревья, которые целиком лежат в нашем отрезке. Вот есть отрезок z1, z2. Нам нужно вывести все внутри него. Это под деревья целиком, а это под деревья целиком. Что это значит? Нужно в этих под деревьях запустить эту структуру данных. Правильно? И сделать logan запросов к вон той подлежечной структуре данных. Казалось бы, у logan запросов каждый из logan будет плохо. Но вот эти logan запросов, каждый из них — это бинпоиск. Давайте применим дробное каскадирование. Начнем в корне, запустим бинпоиск в нем. А дальше каждый переход превзял за вот единицы. Когда мы дойдем до нужной вершины, мы уже сделали бинпоиск. Мы уже знаем, где начинать. То есть, когда мы дошли до этого вершины, нам нужно сделать бинпоиск, чтобы знать, откуда начать наш алгоритм поиска. Самая долгая процедура — это найти, где начать. Дальше все переходы за вот единицы сделаются. Вот к тому моменту, когда мы дойдем до этой вершины, мы уже знаем, где начинать. То есть, мы здесь делали один бинпоиск, после перехода делали за вот единицей. Когда мы до нее дошли, мы уже знаем это положение. По z или по? Делаем, собственно, по y. Вот это по z, а вот эти отсортированные будут по y. Ну, вот здесь надо сказать по y, вот эти отсортированные по y, правильно? Еще раз, смотрите. Для чего нужно каскадировать? У нас в каждой вершинке, которую мы запустим в эту структуру, нужно сделать бинпоиск по y. Правильно? Да. Вот эти бинпоиски сожмем в один. Один бинпоиск запустим в корне. Вот точно так же скопируем половину элементов там… Ну, господи, сейчас. Точно так же делаем каскадировать. В каждом элементе половину элементов скопируем сюда. Или не надо будет сейчас? А это хорошее дерево, небось? Да, это хорошее дерево по множествам. У нас каждый… Мы влево-вправо храним подножие, но можно просто использовать технику с прошлого занятия просто. Просто мы для каждого элемента храним, откуда он пришел. Делаем эти переходики, находим, где находится наш y1. Вот здесь вот. Y2, да? Мы y2 ищем. Находим, где находится y2 в этом массиве. После того, как мы знаем, где находится y2 в этом массиве, вся эта структура работает за O от K. То есть, если мы знаем, где начинать, дальше все переходы делают за O от K. Будет O от K. Вот ты знаешь, что у тебя y находится между вершиной, которая там чуть выше, там чуть ниже. Ну вот эти, не крайние, скрещите, знаешь. То, что ты сказал. Ты знаешь только то, что внутри. А, мне нужно не из всех, а из только тех, которые слева. Да, не очень хорошо. Значит, нужно приметь каскадирование, да. Он не понял. В этих массивах хранятся не все вершины, а только те, которые лежат в самой левой вот этой области. Вот нас вот эти штуки интересуют. Вот эти вот три. У нас не все y, а только те, которые самые левые. Поэтому вот здесь не совсем хорошие массивы. Нужно каскадировать, да. Ну все, у нас каскадируем все получится. Еще раз. Смотрите. Мы сделали дерево по зету. В этом дереве по зету мы найдем такие поддеревья, которые целиком лежат внутри нашей области. И в них запустим эту структуру. Таких поддеревьев будет не больше луган. Правильно? Как мы ее запустим? Мы, когда дойдем до этого поддерева, мы уже знаем, вот в нем, в каждом хранится массив вот этих вот самых левых точечек, вот этих вот. Нам в нем нужно найти наш y2, вот этот прекрасный. Вот y2, да. Мы с помощью каскадирования, к тому моменту, когда мы до него дойдем, уже знаем, где находится y2 в этом массиве. Уже положение мы его знаем. Так да, если мы знаем его положение, то вся остальная структура работает за вот числа переходов. Правильно? А каждый переход дает нам точку на выходе. Поэтому O от размера выхода работает. То же самое, когда мы дойдем до другого узла, в котором нужно запустить структуру, мы в нем тоже знаем положение y2. Поэтому в нем тоже запустим структуру, она работает за вот к. То есть мы сделали логан здесь, потом логан переходов, каждый завод в единице, и запросы. Каждый запрос за вот к работает. Того будет логан плюс логан на переходы и плюс к еще. Понятно? То есть мы сделали один логан здесь, еще логан переходов, каждый за единицу, и еще запросы. Запросы суммарно работают за у от к, потому что суммарно выводилось к точечек. Каждая точечка, когда выводится, мы затратим на эту вот единицу. Второй шаг алгоритма довольно несложный. Взяли дерево, просто обычное дерево по z, все сделали. Дальше нужно немножко упоротый шаг сделать. Нужно, собственно, добавить x1. Ну, сделаем дерево поиска по x. Вот делаем дерево поиска по оси x. И в каждом узле, вы догадываетесь, запихнем структуру данных с шага 2 целиковую вот со всем этим деревом. Совсем-совсем. Вот в каждом узле сделаем структуру из шага 2 для этого под деревом. Причем не одно, а две. Одну такую, а вторую развернутую. То есть первая структура будет хранить отрезки от минус бесконечности до x, а вторая от x до плюс бесконечности. В каждом узле, еще раз, мы храним структуру данных с шага 2. Это вот которая вот z1, вот со всем этим вот. Причем не одно, а две. Одну прямую, а вторую развернутую. Понятно, да? Как это нам помогает? Смотрите. О, Господи. Так, ладно. Вот ищем отрезок x1, x2. Давайте посмотрим, как в дерево мы его ищем. Вот мы идем от корня, как-то идем, идем, идем. В какой-то момент вот оказывается, что x1 у нас слева, а x2 справа. Вот включено исключительно, ну не суть, давайте не будем подморачиваться. Вот оказывается, что x1 где-то здесь, а x2 где-то здесь. Все правильно, вроде нормально. Ну там плюс-минус яички будут, не суть. Делаем следующее, смотрите. Вот левое под дерево, оно содержит какие-то точки, вот эти вот, да? Какой-то такой отрезок он содержит точек. А правое, какой-то вот такой отрезок точек. Давайте в левом отрезке посчитаем вот эти все точки, которые находятся между x1 и границей, а в правом наоборот, вот эти, которые от границы до x2. Как это можно сделать? Смотрите. Запустим вот в этом в левом под дереве запрос от x1 до плюс бесконечности. Я все время включаю бесконечности, но не очень хорошо, нанесите. А в правом наоборот, от минус бесконечности до x2. Понятно, смотрите. В левом найдутся как раз точки, которые говорят вот здесь, а в правом точке вот здесь. Суммарно это как раз будет то, что нам нужно. Да. Итого, смотрите, у нас есть логарифм действий, чтобы найти точку, где они разделяются. После этого два запроса. Два и того, от единицы. Кто не верит, да? Итого у нас логарифм плюс два запроса. Там было все логарифм плюс к и логарифм плюс к. Понятно, да? Это довольно упортый момент. Эти запросы по дереву, они константные сложности? Почему? Нет, нет, вы сказали, что берут два запроса. Один и здесь. Запросов два. Каждый из них работает за логарифм плюс к. Каждый из них – это вот этот запрос. То есть у нас здесь структура вот такая вот. В ней за логарифм плюс к. И здесь такая же. То есть логарифм плюс к и еще логарифм плюс к. Здесь два логарифм плюс к. Ну, конечно, четвертый этап. Добавим у1. x1, x2 на y1, y2 на z1, z2. Ну да, сделаем то же самое, только не по x, а по y. Вот здесь я нарисую y. Минус бесконечности y2. Крик 1, y2. А почему память будет? А? Причем после этого всего память не надо назвать? Древожное дерево, в каждом, которое у нас есть циклический крыло. Сейчас посчитаем память аккуратно, да. Давайте посчитаем память. Память я обещал сколько, лог в кубе. Давайте посчитаем аккуратно. Смотрите, на первом этапе сколько у нас было памяти? Утверждается, что вся эта структура замеряет линейную память. А, я, может, набрал с предподсчетом. Наверное, память лог в кубе, а предподсчет, небось, еще одно логарифм, как нужно лишнее. Вот это линейное время, наверное, а можно построить линейное время, интересно, эту штуку? Так сходу не очевидно, какое линейное время построить. Может быть, как-то можно? Не уверен. Ну, размер я точно линейный. Такой планарный граф, в котором я дам вершинок. Тут все линейное. Да? Можно мне посчитать за линейное время, я так сходу не скажу. Если мы вначале все просортировали. Ну, так мне дерево нужно, чтобы строить. Без дерева что-то я не вижу, как построить. Может быть, как-то можно, но сейчас мне не очевидно. Давайте считать, что нельзя. Ладно, давайте считать, что у нас память и лог. Там в основном меряется память, конечно. Давайте считать, что предподсчет будет за лог по четвертой. Ладно. Может, как-то можно оптимизировать, это я пока не вижу. Не суть. Итак, на первом шаге вот здесь памяти требуется u от n. Правильно? На втором шаге у нас добавляется дерево. Первое. Итого будет, естественно, n log n памяти. Log n. Оказывается, в следующем добавится еще по одному дереву. Получается лог в квадрате и пишется лог в кубе. Да. Итого памяти будет n log в кубе. Да. И log n запрос. Что умножается на лог? Ну понятно, почему. У нас как бы логарифм уровней. На каждом уровне суммарный размер n предыдущего. n умножить на лог в d-1. Ладно? Сейчас. Подходите, пожалуйста, еще раз. Почему у нас на каждую новую размерность логарифм уровня? Просто не уловил. Смотрите. Вот-вот. Пока добавляем новую размерность. Вот мы хотим прийти от d-1 к d. Вот для размера d-1 мы посчитали все. Для размера d-1 размер будет n log d-1. Правильно? Тогда суммарное… Посмотрим дерево следующего уровня. Вот суммарно на каждом слое, вот суммарный размер всех этих штучек, он будет не больше, чем n log d-1 n. Потому что если суммарно хранится не больше, чем n вершинок, правильно? Тогда суммарный размер этих штук будет n log d-1. Теперь просумируем по слоям, слоев log n штук. Вот эта штука умножится еще один логарифм, получится n log d-1. Вроде все я рассказал, поэтому… Есть вопросы еще? Вопрос скорее… Мы упомянули, что для более высоких размерностей такая техника уже не пройдет. Не проходит, да. И соответственно… Тут все управляются геометрически. Геометрическая вся эта штука работает только для двумерного случая. Для трехмерного случая такая же геометрическая служка получается слишком сложно, там не получается вообще. Он не пожалевает на два геометрика. Ну вот не умеет пока. Он просит заглянуть на две геометрики, потом потихонечку добавить одну... Вот не получается. Не получается? может быть из-за этого тоже не сложно не сложно сложно там еще не понятно как эти штуки строить тут понятно что там уже где-то плоскости проводить непонятно а вот здесь добавить нет здесь здесь можно было одну одной можно добавить потому что я был бен поиск у нас как будет первый первый логан это был бен поиск а дальше вот этого ген тоже не бен поиск вот это логан скопал еще один поиска двумерную структуру сделали так что и начальный этап это такой бен поиск поскольку добавили z вот этот логан это уже не бен поисковский логан это уже сложный логан и вот опрос не схлопнуть этого логан за счет хождения по дереву там поздно на логан расходить именно да 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 был тот логан еще прибавлялся логан я его стер уже на логан захождение по дереву там надо будет логан переходов по дереву вот это никуда не схлопнуть можно конечно можно дальше дальше на этом можно расчивать конечно возможно сделать слог d минус 2n да можно сделать да 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 нет это этот то есть расширить это на большее с к с добавлению логарифм конечно можно да это можно да это правда я говорю о том чтобы больше размерности нельзя тоже сделать за логарифм за счет этого трюка хотя хотел все я все сказал что хотел фигасе уже 14 14 меня там уже потеряют все понятно ладно всем спасибо до новых встреч а